Моя фамилия Кожин Александр Олегович, я представитель Совета Ростовского регионального отделения Общества охраны памятников истории и культуры. У нас в следующем году, в 15-м, будет отмечаться столетие того университета, который появился в Ростове в 1915 году, второй год мировой войны. И сюда перевозят русский, российский императорский университет из Варшавы. Там было два университета. Один был польский, и один был российский, варшавский. Польша была частью России. И вот с 15-го года он здесь. Для него предоставили так называемый второй городской дом. Второй городской дом. А первый городской дом? Первый городской дом мы и сегодня видим, это мэрия наша. Но это первый городской дом как бы вот нового времени, конца 19-го, начала 20-го века. Того времени, когда Россия испытывала серьезный подъем большой, и Ростов был одним из тех городов, который очень бурно развивался. И вот многие объекты, которые мы видим, основная масса того, что сохранилось, потому что из 18-го века мы ничего не можем увидеть практически, кроме там фрагмента вала. А вот конец 19-го, начало 20-го века представлено все-таки достаточно большим массивом зданий, каких-то объектов. Почему? Потому что это было время развития торговли, когда у нас здесь благодаря реке, благодаря тем людям, которые занимались и промышленным производством, и торговлей, город стал, получил даже такие названия. Его называли там российским Чикаго, русским Ливерпулем, такие были названия. Были и другие названия, что скажем кабак город, потому что кто-то из журналистов того времени подсчитал, что в Ростове такое количество было питейных мест, и даже подсчитали сколько выпивалось. И даже такая цифра приводится нашим одним краеведом, на основе вот тех данных, что в Ростове выпивалось 31 тысяча ведер монополии. Монополия это была водка, ведро это 12 литров, и вот там кто-то даже потом рассчитывал, сколько же это получалось на каждого. А при том еще ведь было пиво, вино, шампанское. Так что одно из названий города было кабак город. Но развитие торговли было, но было заметно. И сегодня мы можем фрагменты всего этого увидеть, потому что все те здания, которые мы видим по Садовой, по Шаумянам, Садовая стала главной улицей города в конце 19 века. А первая главная улица какая была? Была та улица, которая проходила, сейчас мы ее знаем как улицу Станиславского, тогда это была почтовая, потом она получила название Старопочтовая, и уже в 30-е годы была улицей Станиславского. Это был такой почтовый тракт. Вот если вспомним о том, что здесь Пушкин бывал, Лермонтов бывал, как они проезжали? Скорее всего, они там проезжали, потому что именно та улица она была. И она выходила на теперешний Буденовский, тогда это был Таганрогский тракт. И по нему можно было передвигаться дальше, в сторону уже Таганрога. Так вот, первая главная улица Ростова была в старом Ростове того начала 19 века. Это была Старопочтовая или Почтовая улица. А город развивался, и уже через какое-то время Московская улица. Она не меняла своего названия, она до революции так называлась и наш период. Вот, и вот Московская улица, это была вторая главная улица города. А уже в конце 19 века Большая Садовая. Большая Садовая и дальше то развитие, которое было, но Большая Садовая стала главной. И если первое каменное здание в Ростове, его, ну как бы оно, может быть, не обязательно было первое каменное, но первое масштабное каменное здание, двухэтажное, четырехфасадное, дом Максимова, то это было здание вот на Симашко 21, которое мы и сегодня видим. Его обезобразили современным ремонтом, обезобразили таким вот обустройством, когда там сделали и надстройки. Но по сути это то здание, которое было главным зданием на протяжении очень долгого периода, начиная с 30-х, 40-х годов и вплоть до 99-го года, когда была закончена постройка, построили очень быстро. Вот здание, где сейчас мэрия находится, его построили за два года. По очень хорошему проекту Академика Померанцева появилось здание, которое стало вот на конец 19-го века первым городским, главным городским домом. И интересно, как в то время решали вопросы содержания аппарата чиновников, не сравнить с тем, что сейчас. Вот первое здание, дом Максимова на Симашко 21, рядом с собором, двухэтажное здание с громадными подвалами. Но все администрации, суды, архив, городская управа, они находились на втором этаже. И сегодня мы можем зайти туда, но мы уже увидим современные бутики, мы не увидим этого роскошества, которое было тогда. Мы можем посмотреть, сравнить со старыми фотографиями. Да, примерно объем, все то, надстройки, которые, конечно, сильно мешают. Но второй этаж, это было все чиновничество того времени, вот середина 19-го века. А первый этаж, это были лавки, торговые лавки. Одна из этих лавок принадлежала отцу Чехова. Чехов здесь бывал. Сохранился дом, который уже надстроен, но сохранился дом, где он останавливался, ночевал у своего школьного товарища на пересечении вот Станиславского и Газетного. Дом такой с гербом интересный. Так вот, аренда лавок, которые были на первом этаже, они давали ту сумму денег, на которой содержалось все чиновничество, которое у нас было в Ростове на тот период. То есть аренда этой торговой площади, потому что здание было построено, а построил его Максимов. Это одна из таких заметных, знаменитых фамилий, которая у нас была, потому что и сам Максимов, потом его наследники, которые очень много сделали для того, чтобы город был краше. Вот такой же, как Парамонов, допустим. Но Парамонов чуть позднее, Максимов начинал раньше. И вот те склады знаменитые, парамоновские склады, второе их название Максимовские, может быть, даже более точное, потому что он начинал это делать, но потом они как-то между собой что-то, какие-то были сделки, и уже в сознании у нас утвердились парамоновские склады. Хотя начиналось все это как постройки, которые делал Максимов. А вот это здание, дом Максимова, это заметнейшее здание, которое тогда было главным. Но вот интересно, что вот этот первый ряд торговый, он содержал фактически всех чиновников, которые были на втором этаже. И когда в 99-м году построили новое здание, то использовали этот же принцип. Этот же принцип. Если вы приходите в мэрию сейчас, то вы заходите, проходите через пропускную систему, и там на первом этаже чиновники сидят, на втором, на третьем городская дума, на четвертом еще. И там уже сделали, обустроили такой как бы пятый этаж, такой в кровле, под кровлей сделали, так сказать, рабочий кабинет. То есть такой как бы с улицы это не видно, но можно подняться, и там использовалось помещение как бы чердачное. Я говорил нашему мэру недавнему, Михаилу Анатольевичу, что, Михаил Анатольевич, можно же вот так сделать и сейчас, потому что, говорим, не хватает там каких-то выставочных площадей интересных таких. Можно было бы сделать так, как это было до революции. Но он улыбнулся, так сказать, и сказал, что да, вот это как бы есть над чем подумать, но чиновников становится все больше, кабинетов даже тех, которые есть, не хватает. Вот я говорю, вышли на чердак, уже там обыстраивают. А в тот дореволюционный период, первое, это были самые дорогие магазины в Ростове, и они давали вот аренду этих магазинов, она давала доход, который, соответственно, был зарплатой тех чиновников, которые были у нас вот на рубеже веков и вплоть до 17-го года. А второй городской дом построили. Его построили вот, это здание теперешнего пединститута, пересечения Садовой и там Островского. Вот то здание, которое было построено, там было три лифта. Это было здание такое богатейшее, тоже по специальному проекту. И когда встал вопрос о том, где разместить Варшавский университет, который нужно было эвакуировать, то купечество Ростова, оно обратилось, и, видимо, очень настойчиво. И Ростов вот с 15-го года стал университетским городом. Вот вы сейчас учитесь в техническом университете. Когда-то это было другое название. Вот в мои времена, так сказать, там, это был риском. Ростовский институт сельхозмашиностроения. И были буквы соответствующие. Теперь у вас там такие буквы, к сожалению, убрали, мы не досмотрели, пропало все. Хотя их нужно было бы сохранить для истории. Но теперь у вас гордое название технический университет. И вообще у нас сейчас, по-моему, все учебные заведения, основная масса таких больших заведений, все поручили такое название университет. Но университетским город стал в 15-м году. И вот этот второй городской дом был выделен под него. И потом еще целый ряд помещений, которые сегодня, вот мединститут, все это было сделано для того, чтобы разместить те факультеты, которые приехали сюда, в Ростов. Так что вот заметные объекты, которые у нас есть, которые составляют как бы то, чем можно гордиться. Они есть. То есть мы много теряем, но все-таки что-то еще остается. Если вы пройдете по Садовой, то вы увидите здание, которое фактически сохраняет тот облик большой Садовой, которая была. Но если мы посмотрим как бы документальную сторону, то это все-таки те дома, которые были все разрушены, все были сожжены. Есть кадры Великой Отечественной войны, когда Ростов освободили в 43-м году. И вот эта территория от вокзала вплоть до пересечения Садовой, ну тогда улица Энгельса и Ворошиловска, она была вся разрушена. И фактически это памятник всем вот тем рабочим, которые тогда еще помнили как бы навыки своих отцов, да и сами были в общем-то в возрасте в таком, когда они еще работали. Они воссоздали вот эту главную улицу города. Но если мы посмотрим, когда делали обследование гостиницы Московской, то там фактически она была вся, что называется, сделана уже в послевоенный период, в 40-е, 50-е годы, когда это все воссоздавали. А вот здания, которые небольшие, которые мы видим вокруг собора, это те объекты, которые были вот как раз из того 19 века, вторая половина 19 века, самое старое здание, повторяю, дом Максимова, парамоновские склады, которые мы еще видим, хотя через какое-то время, при том, что это федеральный памятник, мы их можем уже и не увидеть, потому что то, что на сегодня, вот на сегодня они стали таким живописным местом, наверное, одним из самых живописных мест в Ростове. Это удивительное дело. Вот когда один из наших чиновников недавних, который занимался строительством в городе, он говорил, что это же руины, и он в какой-то мере прав. То есть когда-то это были склады. Они были сделаны, сделаны были, вот начиная со второй половины 19 века, когда пошло развитие торговли. Сначала делали какие-то сборно-разборные склады для зерна, потом стали делать такие каменные. Они были уже такие, ну, вечные. На века делали. Вообще все постройки вот второй половины 19 века, они были с запасом таким прочности, что многие из них простояли 100 лет без капитального ремонта, и мы их еще видим. И если разобраться, то вот то, что строят сейчас, то, что строят сейчас, это, ну, имеет какой-то запас прочности, но несравнимый с тем, что делали тогда. Эти метровые, полутораметровые стены. Все это уже как бы из той жизни. И вот к вопросу о сохранности памятников. Если мы, я назвал несколько объектов, которые потеряли, потому что с них сняли статус, и их стало можно официально разобрать, и на этом месте будут построены новые дома, то парамоновские склады формально это памятник федерального значения. Там даже если на одной из стен сохранилась табличка, которую повесили в 90-е годы, ее трудно увидеть, потому что все мусори заплела ее какие-то растения, но там можно прочитать, если почистить, что памятник федерального значения охраняется государством, виновные несут ответственность, штрафы такие, так сказать, все это сделано на металле, но все это уже заржавело, затянуло какой-то плесенью, какой-то тряской такой, трясиной, формально такая доска есть. То есть они с 90-х годов были объявлены, получили более высокий статус федерального значения. И на сегодня они превратились в те живописные руины, которые нужно хотя бы их сохранить. И вот есть ваши коллеги, которые учатся, допустим, в архитектурном институте. Это один из таких популярных тем, когда пытаются всячески приспособить то, что на сегодня еще осталось. Ну, вряд ли кто-нибудь из вас не бывал на территории складов. Были там, наверное? Наверняка там купались, да? Наверняка видели вот этих рисковых ребят. Я не знаю, кто-нибудь из вас это допускал для себя или нет, но у меня как бы это... Я это с трудом на это могу смотреть, когда прыгают с этой вот стены. Но вы обратили внимание, что подпорные стены, там ведь они... Кто-то выбирает кирпичи. То есть кто-то заинтересован в том, чтобы потом, через какое-то время, вот эти живописные руины, у которых есть два пути, как их можно развивать. Допустим, та официальная наша политика по охране памяти, говорят о том, что их надо воссоздать, сохранить. А уже невозможно. Уже невозможно это сделать, потому что мы не сможем сделать такой кирпич, какой был. Мы не сможем найти такое дерево, потому что если вы... Там вы видите уже фрагменты того, что осталось, но вы видите размер этих балок. Это дерево, которое специально привозили откуда-нибудь с севера. Это такие моренные дубы. То есть это та древесина, которую сейчас уже просто не подобрать. Сохранились там, допустим, кое-где такие кованые детали. Ковку такую невозможно сделать. То есть сейчас, на сегодняшний день, сделать, воссоздать, отреставрировать, это уже практически невозможно, потому что нет тех специалистов, которые могли бы это сделать. У нас невозможно привести здания в порядок. Вот сейчас идет тема сохранения, приведения в порядок города для показа вот тем гостям, которые приедут теоретически на чемпионат мира по футболу. И там программа, по-моему, 2000 домов туда попала, и 500 зданий, которые собираются привести в порядок в историческом городе, в исторической части Ростова. Но дело в том, что как это все делается? Понимаете? Скажем, берутся кирпичные фасады, их покрывают современной штукатуркой. То есть те фасады, которые были сделаны для того, чтобы, так сказать, радовать глаз, они радовали глаз сто лет. И вдруг сейчас приходят умники, которые начинают, молодые ребята, которые получили такой подряд, и они начинают снизу вверх, начинают штукатурить. А это так, это все на полгода, на год, это все. И главное, что в результате мы получаем, так сказать, если мы видим такие, эту старину, то, если мы ее закроем этой современной штукатуркой, то это будет такая утрата, такая, ну... Это как зональная библиотека. Вот зональная библиотека один из тех примеров. То есть, если вы зайдете, подойдете к библиотеке, это, кстати, памятник тоже федерального значения. Это самый красивый особняк на период начала Первой мировой войны. Последнее здание, которое было построено по заказу Парамонова, это здание на Пушкинской. Сейчас там стоит не очень удачное, в моем понимании, там этот поставили бюст Жданову Юрию Андреевичу. Его нужно было бы поставить где-то, конечно, другое место для него найти. Вот если вы подойдете, посмотрите, на здание библиотеки. Там ее северный фасад привели в порядок. То есть, можно посмотреть. Но если вы ее обойдете, она такая четырехфасадная, и вы увидите вот этот вот фасад, он разрушен. Но это, он производит даже сейчас, даже сейчас. Это, ну, видно, что это великое произведение архитектурное. Но если его, не дай бог, сейчас приведут, и оно будет выглядеть так, как выглядит северный фасад, когда поставят стеклопакеты, когда сделают такую современную кровлю, не сохранят тот фонарь, который там есть. Там же в центре. Мне в свое время пришлось там работать достаточно долго. У нас такая была традиция, когда надо было где-то подработать, то одним из лучших мест считалось работать сторожем в каком-то уютном, таком хорошем месте. Вот библиотека была из тех мест, и там я сменил одного нашего преподавателя, и какое-то время работал сторожем. То есть мне приходилось там бывать на чердаке, я все это имел возможность осмотреть. Но тогда еще как бы это все держалось. Вот на сегодня там все это в таком переходе, в руинированное состояние. Если, если сделать грамотно, сделать так, как это делают на Западе, когда об этом думали, и уже начиная с 1945 года, когда закончилась война, многие фирмы стали заниматься тем, что выпускают специальные материалы для того, чтобы именно проводить реставрацию. Не современный ремонт, а именно реставрацию. И вот если пойдут по нормальному пути, если будут хорошие специалисты, а специалистов-то нету, у нас на сегодняшний день приводилась такая цифра, что у нас есть какое-то количество, формально у нас есть 20 организаций, которые имеют лицензию на проведение работ на памятниках истории и культуры. 20. Реально есть, ну допустим, 5-7 специалистов, которые могут хорошо сделать проект по реставрации, но реально есть 1-2 бригады, которые могут выполнить по этому проекту. Если вы сейчас пройдете, посмотрите такой объект, вот у нас с подсветкой здания, вот если вы вечером проходите, гуляете по городу, то вы можете увидеть, вот мэрию нашу, ее вечером подсвечивают. Здание, где находится полпредство по южному округу, это бывший горком партии, подсвечивают этот дом, когда-то был построен по линии гипрошахта, банк, контора центрального банка, ну бывший кинотеатр Комсомолец, теперь там находится магазин, там и прочее, напротив мэрии, ну подсвечивают издание областной администрации. вот выберите время вечерком, гуляя по городу, посмотрите, насколько красиво смотрится та же мэрия, то есть там видно, что это сделано, но это работала одна из тех двух бригад, которые сейчас работают на нашем соборе кафедральном. Посмотрите, как сделана подсветка, которую они же делали на штукатурку, посмотрите, как выглядит здание, здание, подсвеченное вечером, это вот гипрошахтовское, где вот полпредства, на банк можно посмотреть, уже, правда, не тот эффект будет, на университет, главный корпус университета, на садовый, университетском, то есть вот эта подсветка, она выявляет все эти недостатки, которые мы днем не видим, но если подойти и посмотреть, то вот эта подсветка, она выявляет все те дефекты, которые там есть, и ведь основная масса, это же выиграли тендер, какие-то специалисты сделали, и сделали настолько плохо. Что же со всеми теми сотнями зданий, которые собираются сейчас тоже, вместо того, чтобы чистить кирпич, взять, покрывать его, покрывать его вот этими штукатурными растворами, которые выбираются подешевле, как эта цветовая гамма неудачная и прочее. Ну, это вот так на сегодня. Так что те объекты, которые у нас есть, а у нас, я говорю, сохранились, потому что если мы зададимся вопросом, а сколько, ну, шедевр, это у нас есть какие-то в Ростове? И вот один из шедевров, это библиотека, которую нужно сохранить, именно отреставрировать, не привести в порядок, не сделать евроремонт, а именно отреставрировать. Библиотека Зональная на Пушкинской, особняк Парамонова. Это здание, которое известно, в общем-то, всей России. Это то здание, с которого началась гражданская война. То есть это не просто памятник архитектурный такой, это еще и исторический памятник, потому что именно там находился штаб той добровольческой армии, которая у нас была здесь сформирована на юге. Там висит доска. Одна доска говорит о советском периоде, что здесь был один из первых комитетов, расположенных советских. Она висела при советской власти, была повешенная. А вторая доска была повешена уже в перестроечные годы, в 90-е. И она говорит о том, что здесь был штаб добровольческой армии, где был и генерал Корнилов, руководитель первый, генерал Деникин, генерал Алексеев. Именно там построилась эта штабная рота, которая вышла. И вот ледовый поход, с которого началась гражданская война на юге, ну и в целом по России. Это было вот это место. Оттуда уходили. То есть это еще памятник исторический. Не менее важным объектом, который тоже знают во всем мире. Потому что вот есть памятники, которые, скажем, являются, имеют такой муниципальный характер, региональный. А есть такие объекты, которые известны всему миру. Вот, скажем, из объектов архитектуры 20-го века театр Горького, который вы не можете не знать. Но это объект конструктивизма, который оказался настолько интересным, что именно он, модель этого театра, она представлена в Лондоне, в Музее мировой архитектуры. Именно этот объект, именно из всей России, там представлено вот наш период, такой как бы древний храм Василия Блаженного. Его модель находится там. И наш трактор. Ну, правда, он там стоит в том виде, в каком он был построен. И в котором он был до войны. Потому что там была еще громадная кабина. Вот та кабина, которая на месте того зеленого театра, который мы видим. Я уже не застал ничего, только на фотографиях видел, как это было когда-то. А это был громадный объект, но он был разрушен, горел во время войны. И когда после войны его воссоздавали, то воссоздавали уже с упрощением. Как и многое, что делали тогда. Потому что когда, ну, были на это объективные причины, слава Богу, что он хотя бы в таком виде уцелел. Ну, факт, что вот эту кабину большую, которая давала представление о том, что это действительно вот такой трактор с двумя гусеницами, которые, слава Богу, воссозданы, ее не стали делать. И, соответственно, сократилось количество и мест. И сцена была, переместилась, ну, уже была другой, не той большой, которой она была. И здание все равно висело на волоске. Когда приезжал сюда Хрущев, который не любил. Именно при Хрущеве началась борьба с архитектурными излишествами. А Хрущев пришел-то в 50-е, вот после смерти Сталина в 53-м году. В 54-м он уже, так сказать, вовсю правил. И в 54-м году началась та борьба с архитектурными излишествами. Вы это можете тоже сейчас увидеть в Ростове. Вот если вы будете на пересечении Соколова и Садовой, то вот один угол, это контора Госбанка. Образец такой классической архитектуры. Здание, которое было построено как раз вот перед тоже Первой мировой войной. В 14-м году закончили. Контора Госбанка. А вот два других угла. Ну, один угол, соответственно, это площадь Советов, где был собор Александра Невского. А вот тут два здания. Если вы посмотрите, то на одном здании вы увидите, вот в Гипрошахтовском дату, 1954 год. Это был год, когда была команда все упростить. И вы переведете взгляд на здание, где вот недавно была еще какая-то, ну, выложили гранитом первый этаж, там был какой-то очередной банк, который сейчас уже закрылся. Но это первая гостинка. Ну, это гостинка того хрущевского периода. Ну, тогда была дана команда строить бережно, относиться ко всему. Ну, и люди, которые уже получали там квартиры, они увидели, ну, до этого они жили, допустим, в коммуналках, и для них такие отдельные квартиры были событием. Но это было событие, которое вот отличалось от тех событий, которые были, когда люди получали в Сталинках квартиры. В Сталинках-то были большие комнаты, большие кухни. А уже вот это была первая гостинка в Ростове. Потом уже они пошли целой чередой. И вот здесь вы дальше на Ленина, так сказать, многие из вас, наверное, и жили в таких гостинках пятиэтажных, которые были уже блочные, там разные серии были, кирпичные, блочные. Но вот это первое. То есть там еще все доброта, но уже все маленькое. Кухоньки маленькие, комнатки маленькие. Это был период, когда вот стали с этими излишествами бороться. И заодно хотели театр. Когда Хрущев здесь был и выступал на митинге, то он так посмотрел, театр еще тогда не привели в порядок. Он говорит, ну а что такое, что вы делаете? Им говорят, Никитин, а что, ваше мнение? Он говорит, да, может быть, это вообще как-то площадь сделать больше, так сказать. Но хорошо вот, что те советчики, которые были вокруг него, были и те люди, которые как-то его перевели, так сказать, как бы на другие темы его отвлекли. И здание сохранилось. А если бы была команда, что убрать, то мы не имели бы вот той изюминки архитектурной, которая есть у нас.